Краснодарские первоклассники в пасхальные дни вместе с классным руководителем совершили паломническую поездку в храм Георгия Победоносца, расположенный в хуторе Ленина. Здесь для учеников 61-й школы организовали вне-классные уроки, знакомящие с историей родного края и православия, рассказывают наши кубанские коллеги. У восточной окраины Краснодара, в хуторе Ленина, красуется только что реконструированный храм во имя святого Георгия Победоносца. Христос воскрес! Бористос воскрес! На Светлой Седмице, по благословению настоятеля иеромонаха Спиридона, храм наполнился маленькими экскурсантами. Это по договоренности с администрацией средней общеобразовательной школы номер 61, здесь проводятся вне-классные занятия по краеведению и основам православной культуры. Радость светится на лицах первоклашек, вступивших в этот светлый пасхальный храм. А проводят такие экскурсии дьякон Михаил. Евангелие, оно так называется, в нем содержится четыре разных книги. Вот это буква «Р», она просто красивая буквица называется. Давай, читай. Рече же... Тихо, 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 подождите, тихонько. Рече же... Дальше. Тихо, притчу. Многие из деток не впервые в этом храме, но сегодня ведь особый день, когда можно подержать в руках служебное Евангелие, рассмотреть иконы и позаглядывать во все углы. Ребята, притчу. Церковь очень тесно со школой сотрудничает. В городе, я думаю, что вот такой тесной связи нет. Поэтому, как бы, дети откликаются, потому что многие всегда, вот уже говорю, на службе стоят, и с родителями приходят, и с бабушками. Поэтому они знают, и им интересно. Большое счастье получить из рук Диака на свечу и, помолившись, поставить ее в посвечник у святых икон. А особо целеустремленные ученики, как, например, Марина, не расстаются с блокнотом, куда записывают свои впечатления. И вот, наконец, главное, ради чего стремились малыши в храм. Колокольня с настоящими колоколами, в которые можно будет звонить от всего светлого и широкого детского сердца. В неописуемой радости от собственного благовеста Воскресения Христова, который потечет над крышами хутора каждому сельскому дому.